В редкие минуты досуга офицеры заводили патефон и при свете керосиновой лампы могли написать письмо любимой. В это же время в другой части СССР буквально на головы крестьян сыпались агитлистовские фашистов. Пропуск. Красный командир или красноармейец, обладающий этим пропуском, имеет право перейти в фронт германских войск. Так, пропуск годен для одного командира и 50 или меньше бойцов. Так живется твоим товарищем в немецком плену. После конца работы ты сам себе хозяин своего времени. Хочешь, читай книгу, хочешь, спи. На субботник тебя никто не потащит. Не каждый музей может похвастаться такой коллекцией, посвященной Великой Отечественной войне. И уж наверняка не в каждом музее можно на самом деле прикоснуться к истории. Великой Отечественной войны Под стеклом витрины, которая, кстати, всегда открыта. Это для посетителей письмо, датированное 1944 годом. Вот я уже много послал писем до дому, но ответа пока не получил ни на одно письмо. Я знаю одно. Где-то дома на родной украинской земле живет моя жена и двое сыновей, которые, видимо, не раз вспоминают о муже своем и папке, который в чудесном краю ведет борьбу с мучителями мира, разбойницкими шайками фашистского Гитлера. Эти письма, написанные в Чехословакии 71 год назад, нашли своего получателя на украинской земле. А затем, спустя полвека после окончания войны, стали частью коллекции Владимира Павловича Бережнова, учителя харпской школы. За три десятка лет коллекционирование трофеев, добытых в ходе поисковых экспедиций, переросло в дело всей жизни. Каждый год он вместе с учениками седьмых, восьмых, десятых классов отправляется в исторический поход в города-герои по местам боевой славы советских солдат. Естественно, собирали, ставя свою цель в основном воспитание детей именно на тех местах, в сражениях, чтобы они соприкоснулись непосредственно на место боев. Особенно нас поразило и детей поразило трехлиния обороны Севастополя, где мы прямо в окопах, вот мы посмотрим, находили вот эти, все прямо на земле, лежало оно. Вот они, неразорвавшиеся снаряды, уже в веке 21-м обезвреженные саперами. Гильзы, ножны, расчески и другие личные вещи солдат, немецких и советских. Все то, что лежало в земле долгие годы, храня память о страшных событиях, о борьбе за правду и свободу. У нас в основном находки – это реликвии войны. Вот когда на заднем плане, вы увидите, вот это находки, вот это все было, и под стеклом там, более мелкие детали, это находки чисто наших походов по местам Бояславы, а последние мы шесть лет уже занимаемся чисто раскопками солдат. И вот то, что мы находим из раскопок солдат, ну если жетон находим солдатский, мы естественно его отдаем, производим захоронение, а вот там личные вещи что-то находим, мы понятно, что берем себе музей. Но такие находки – лишь малая часть коллекции Владимира Павловича. Весь объем собранного исторического добра класс уже давно не вмещает. Музей Боевой славы поселковой школы хранит память о харповчанах, участниках войны. Здесь их письма, фотографии, военные билеты, медали, личные вещи. Отчего стоят агитационные листовки, которыми фашисты осыпали советские земли, обещая лучшую жизнь. Здесь их четыре. И даже сейчас, спустя столько лет, читая призывы перейти на сторону врага, чувствуешь всю ту фальшь, которыми пропитаны пожелтевшие от старины листки. Штандарты всех десяти фронтов уже современные, но как трепетно иметь возможность прикоснуться и пройти под ними. Здесь в витрине хранятся летные книжки командира эскадрильи Пивоварова. Здесь же его военная форма. Зимний вариант и летний вариант. Вообще вся форма, представленная в этом музее, настоящая, принадлежащая реальным солдатам и офицерам. Здесь и одежда простых солдат и курсантов разных родов войск, и парадная форма адмирала. Все настоящее. Грубая ткань солдатских рубашек, пуговицы, значки. И все можно померить. Такая форма рассказа о войне – лучший урок истории. Когда ребенок, то ли он маленький, то ли он взрослый, попробует даже одеть форму, соприкоснуться с теми орденами, медалями, открыть документы эти, понимаете? Это так важно, что он прочитает рецепт, что он означает этот документ, за что солдат или офицер был награжден, понимаете? И вот эта сопричастность к этому, наверное, передает какие-то биотоки, биополя, что ли, для того, чтобы человек осознал, что он держит в руках. Экскурсии в Музей боевой славы Харпской школы – не редкость. На этот раз в гости приехали ученики третьей школы. Скромно слушая рассказ о событиях войны, ребята терпеливо дожидались возможности лично осмотреть музей. И когда разрешение наконец-то было получено, первым делом кинулись к форме. Все четко, ясно, все можно потрогать, померить, все так по-старинному, можно все узнать. Пока на головах одних менялись головные уборы различных войск, другие участники экскурсии с интересом рассматривали скромное убранство блиндажа, на себе ощутив, в какой тесноте советские офицеры планировали боевые операции. Оружие, тяжелое, сошедшее с конвейерной ленты завода в годы войны, передавалось из рук в руки, причем девчонки рассматривали его с не меньшим интересом, чем юноша. Шум и гам заполонили весь музей. И никто не одергивал, не запрещал трогать экспонаты и заходить за воображаемую оградительную ленту. У главного зачинщика необычного урока истории учителя с 40-летним стажем. Самого горели глаза. 36-го года альбом. Видите, какой. Представляете, сколько ему лет сейчас уже, да? Больше, чем 70 лет. Альбом для пластины. Гармонь, патефоны, которые солдаты во время войны берегли, как зеницу ока. Берегут их и сейчас. Оба патефона рабочие. Но детей чудо техники того времени мало интересовало. Патроны, ржавые винтовки и гранаты, снаряды, пролежавшие в земле десятки лет и найденные во время экспедиции, передавались из рук в руки. А ведь эти боеприпасы могли оборвать чью-то жизнь. Причем как 70 лет назад, так и сейчас. Нередко участники раскопок натыкаются на боевые снаряды. Мы замечаем, когда металлоискателя мы находим, вот он когда звенит, понимаете, металлоискателя, мы находим, что, говорится, какая-то звенит. Что у солдата может звенеть, да? Вот все, что находится на его форме одежды. Затем мы штырями различной длины, различной длины, видите, говорится, начинаем, вот у нас до двух метров штыри вот такие. Мы напряжаем, вот он звенит, да? Мы начинаем штырями потихонечку прокалывать. Держите, держите, но на конце, на конце, у нас есть, видите, такие зазубринки есть. И когда мы вытаскиваем оттуда, когда стучит, то железо видно. Когда человеческая кость, она белая. Мы, значит, мы понимаем, что и тупой звук. Мы понимаем, что мы попали на... Ну, где мы копаем в основном? В окопах, в блиндажах. Это все видно, они, окопы до сих пор еще не заравнены, говорится. Ну, бывает так, что мы и копаем и на вопушках леса, да, посадках, даже на полях. И даже на огородах. Именно на участке одной из жительниц Ростова поисковики проводили раскопки весной 2014 года. У нас вообще были большие надежды. У нас как такие мечты детские, воплощение всех. То есть найти трофеи себе, там, пули советских времен. Вот, и сохранить их себе, дома оставить, родильным показать, привезти. Найти патрон времен Второй мировой надеется каждый юноша, но иногда под метровым слоем земли обнаруживаются находки, привыкнуть к которым невозможно. Советский солдат. Найти его жетон так и не удалось. Соответственно, определить личность тоже. Холодно повеяло. Ну, сначала было как-то, даже не знаю, не по себе. Ну, потому что все-таки останки человека находишь, не какую-нибудь там железку. Ну, потом за пару дней уже привыкли. То есть не один день раскопки шли. Все, это надо было аккуратно, чтобы целость сохранности. Эти ребята пока только смутно могут представить, каково это обнаружить не просто патроны или личные вещи, но и их обладателя. Впрочем, думать об этом особо некогда. Тишина в музее наступила лишь на пару минут, чтобы сделать фото на память. И снова померить, что не успели, потрогать, до чего еще не дотянулись. Такое соприкосновение с историей надолго останется в их памяти. Что из экспонатов тебе понравилось больше всего? Вот много всего посмотрели, потрогали? Оружие. Ты же девочка, и все равно оружие? Да. Почему именно оружие? Не знаю. Это интересно так жестко. Мне больше всего понравились оружие, одежда и снаряды. Очень интересно. Очень понравились письма, медали, очень красивая форма. Ну, все очень интересно. Разные гильзы, автоматы. Очень интересно. За тихие щелчки фотоаппарата и вновь у нас появилась возможность спокойно осмотреть музей. Особая гордость Владимира Павловича – это полная коллекция орденов и медалей СССР. В том числе медаль за взятие Берлина и орден Победы. Оружие – настоящее боевое. Винтовки, автоматы, пистолеты и штык-ножи. Три из них найдены прямо на раскопках участниками экспедиции. Естественно, холодное оружие, среди которого даже немецкий кортик под замком. Наверное, поэтому внимание школьников оно не привлекло. Как и ордена. Особую ценность этих наград поймут люди постарше. Эта коллекция началась с личной истории. В боях за родину участвовал дядя Владимира Павловича. Его ордена и стали первыми в коллекции. Оригиналов здесь немного. В основном копии монетного двора. Но глядя на эти, по сути, железки, имеющие гораздо большую ценность моральную, чем номинальную, за взятие Берлина, за победу над Японией, за отвагу, понимаешь, сколько героизма, смелости и самопожертвования таится в каждой награде и в каждом награжденном. Они же, словно подтверждая это, плакат с надписью. Помните, каждый день мира оплачен миллионами жизней советских солдат. И, наверное, это счастье, что подержать в руках настоящее оружие, примерить военную форму. Современные школьники могут лишь в музее, совершая такие экспедиции памяти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok